Всем привет! С вами Кира Гиена, и я решила расчехлить свой гигантский скетчбук, чтобы порисовать снова большой портрет и порелаксировать. Я считаю, что когда рисуешь такой большой формат, ну для меня это большой формат, то это должно быть что-то прям релаксирующее, что можно будет рисовать медленно, аккуратно вводить карандашом, находить знакомый образ все ближе и ближе, пробирающийся к тебе через бумагу. Это, конечно, слишком лирично, но да, я решила порисовать своего любимого Фредди Крюгера и заодно поговорить с вами, но какой-то глубокой прям темы я так и не придумала, потому что глубокие темы вряд ли бы подошли под такой портрет, и поэтому, наверное, поговорим как раз о моих любимых фильмах ужасов и почему я их вообще люблю, наверное. Любовь к хоррорам у меня с детства. Первые фильмы мне показал отец, и не так давно я рассказала своей маме о том, во сколько лет мне папа показал кошмар на улице Вязов. Даже спустя столько лет она настолько сильно этому возмутилась, что мне стало очень смешно. Фредди стал моим первым любимцем, и только спустя годах к ней подключились остальные знаменитые товарищи, такие как Майкл Майерс, Чаки, Джейсон и так далее и тому подобное. И, конечно же, после такого фильмы ужасов стали моим любимым жанром. И, честно говоря, даже сейчас, когда я хочу порисовать под фильм, с большей вероятностью выберу фильм ужасов, пусть даже он самый отстойный категории Z. Я знаю, что такое. Нет, это не важно. Потому что самый плохой фильм ужасов для меня будет более привлекателен, чем сомнительная комедия, например, или сомнительная... Да, я не знаю что, не важно. Это единственный жанр, который я могу нормально смотреть. К остальным я подхожу с осторожностью. Обычно я... Обычно из других жанров я смотрю фильмы, которые я знаю, или которые были сняты по книгам, которые я уже читала. И да, книги пугающие. Я тоже люблю готику, хорроры и тому подобное. Да-да, знаем, пробовали. Но есть одно большое но, как бы все это я люблю, но меня это не пугает. Очень мало фильмов ужасов, которые меня способны напугать. Я такие могу, наверное, пересчитать по пальцам, честно говоря. Сейчас мне даже не приходит ничего в голову, что могло бы действительно меня испугать. Но они для меня привлекательны. Я когда только начинала... Ну, я и сейчас только начинаю, но когда я совсем-совсем начинала делать комиксы, я очень хотела писать в жанре хоррор. И, честно говоря, до сих пор этого хочу. Но пока что у меня не созревает сюжет для подобного жанра. Я ходила в библиотеку «Гараж» и собирала информацию по режиссуре, по сценарному мастерству. И я нашла книжку, по-моему, режиссура фильмов ужасов, не помню точно. И очень мечтаю ее найти, потому что я так и не дочитала ее там в библиотеке. Мне пришлось переехать подальше от Москвы. И сейчас я не могу прийти в эту библиотеку и дочитать, или хотя бы посмотреть автора этой книги. В общем, вначале, конечно, там объяснялось, почему такой жанр вообще существует, и зачем он нужен, и чем он так привлекает людей, что вообще пугает людей. И там была очень интересная фраза, то, что жанр хоррора прекрасен именно тем, что то, что по природе своей не должно быть красивым, в фильмах делают эстетичным. Это такой своего рода оксюморон. Как его назвать, не знаю. В общем, это непривлекательная привлекательность. И добиться такого эффекта, ну, прям чертовски сложно. И вот именно те фильмы, которые способны приблизиться, мне кажется, вот к этому балансу, когда это и пугает, и реалистично, но при этом и красиво, вот это высшая точка искусства хоррора, ну, на мой взгляд, по крайней мере. И я думаю, автор той книги тоже, скорее всего, с этим согласится. Поэтому именно писать и рисовать что-то пугающее для меня кажется на данный момент невероятно сложным. И пусть я пытаюсь что-то делать, да, когда был, по-моему, весной, у меня был месяц тоже такой пугающий. У меня получилось 2-3 работы, которые мне нравятся по атмосфере, а остальные у меня не зашли. Они не были такими атмосферно-пугающими, какими мне хотелось бы, чтобы они были. И я пока пытаюсь найти вот эту формулу, что ли, пугающих сюжетов, пугающих работ, рисунков. И понятное дело, что никакой формулы нет, у каждого свой рецепт. И да, да, скорее не формулу я ищу, а свой личный рецепт, который я запишу, сохраню, и буду им пользоваться, его совершенствовать дальше и дальше по жизни. На мой взгляд, пугающее что-то, нечто, вот оно именно сложное, по той причине, которую я уже назвала выше, то, что это очень тонкая грань. И что-то милое, оно может быть и до бесконечности милое, а вот в страшном вы не будете спускаться до конца, иначе это станет отвратительным. И отвратительным не в хорошем смысле, это не отвратительная эстетика, это именно просто отвратительное, вот просто тошнотворное, понимаете? И вот главное не переступить эту грань. Милота, конечно, тоже может быть тошнотворной, тошнотворную милоту принять проще намного, и даже она в какие-то моменты жизни может и зайти, даже тем, кто не любит тошнотворную милоту. А вот отвратительные вещи могут быть неприятны всем. И, скорее всего, будут неприятны всем. Пугают нас чаще всего вещи обыденные, нам понятные. Нарушение нашего общего порядка жизни. Именно поэтому тот же Фредди, он стал культовым, потому что он затронул ту часть жизни, которая есть у всех. Он затронул сон. Он нарушает порядок самого спокойного, что есть в нашей жизни. Ну, так вот, да, чисто эстетически понятно, что у многих есть отклонения и нарушения сна. Но, в общем и целом, это время нашего отдыха, когда мы заряжаемся силами. Я считаю то, что он стал культовым благодаря этому. Ну, конечно, да, у него своя харизма. Там в последних частях он начал искрометно шутить. И за счет этого тоже прибавило ему популярности. Ну, и плюсом то, что он, наверное, самый общительный персонаж подобных фильмов. Но вот именно сама идея была выигрышной за счет того, что это привычное и обычное для нас действие, состояние. Да, я все-таки буду придерживаться мнения, что самые, мне кажется, шедевральные сюжеты ужасов, они должны быть основаны на чем-то близком зрителю. Это как, знаете, грубо говоря, в продажах. Найти более клиента, ты сможешь продать этот товар. Вот тут точно так же найти точку спокойствия, точку ежедневной рутины и, так сказать, зону безопасности человека абсолютную. И вот тогда это действительно будет пугать. Сейчас пока говорю с вами, мне пришла очень крутая идея в голову. Надо не забыть ее записать. Я хочу в этом скетчбуке дальше рисовать персонажей фильмов ужасов, потому что мне они нравятся, мне это привычно, знакомо. Это будет такой скетчбук чисто для релакса, потому что тикток я уже не веду. Я думаю, такое видео это единичный случай на ютубе. Именно с этим скетчбуком. Я не думаю, что я буду часто выкладывать сюда пикпейнт и работ с этого скетчбука. Но обзор обязательно будет. Так вернемся к нашим баранам. Я еще вот помню из этой книги, что людей пугает приближение к хаосу. И вот это как раз то, что я описала до этого. Это нарушение привычного порядка дня. Нарушение чего-то спокойного, что было раньше спокойствием в абсолюте. Что было раньше уверенностью. И то, чем вы условно дорожили. То, что кажется, никогда не может пойти не так. Редко когда сон действительно может пойти не так. Правда? Мы всегда засыпаем спокойно. Многие с радостью бегут в кровать. Это нам приносит удовольствие. И когда резко это спокойствие обрывается, это приводит к хаосу в определенной степени. И поэтому ужасы про детей тоже в большинстве своем пугающие. И вот имеет популярность то, что детство неприкосновенно. То, что детство это спокойствие, беспечность. Ну, там дети дарят радость и все такое. И я думаю, вы поймете, на какой фильм и книгу я намекаю, говоря о детстве фильмов ужасов. Мы сейчас, кстати, начали пересматривать с молодым человеком пятницу тринадцатую. Резко осознали то, что Джейсон Вурхес это единственный персонаж фильмов ужасов, который не был сформирован с первых фильмов. Ну, то есть, всех остальных образы мы знаем с первых фильмов. А Джейсон приобрел свой фирменный стиль только в третьем фильме. В первом его вообще как такового не было. Во втором он появлялся в мешке. А в третьем уже ему буквально на блюдчике с голубой каемочкой принесли эту хоккейную маску. Ну, кстати, она там вообще не в тему была. Потому что даже персонажу, который таскал с собой эту хоккейную маску, она была по сути не нужна. И, в общем, видимо, придумали ему дизайн. И нужно было как-то прям насильно впихнуть эту идею. Если говорить обо мне, то мне лично очень не хватает в фильмах большей реалистичности. Насколько это возможно? Понимаете, о чем я говорю, да? Сейчас очень много встречаю в подборках лучших фильмов ужасов. Хочу сразу ставить сюда дисклеймер, что я ни в коем случае не критик фильмов. Я не так хорошо в этом разбираюсь. Я просто говорю свое субъективное мнение. И не нужно даже с ним соглашаться или не соглашаться. Я его просто говорю. Я им просто с вами делюсь своими заметками, так сказать, из жизни. Очень часто встречаю фильм «Не дыши». Я его смотрела. И он мне максимально не понравился. Не понравился он мне своей абсурдностью. То, что там многие действия персонажей, они не действуют в рамках этой же вселенной. Я не хочу сейчас перевирать все, потому что смотрела я довольно давно. Но я помню один прекрасный момент. Ребята, которые пришли в дом к старику, они начали шуметь с первых шагов в доме. И дедок не проснулся. Но когда они его усыпили и начали ходить по дому, он внезапно проснулся. То есть он не заметил громыхания забора, то, как к нему вламываются в дом. Но он проснулся от того, что по дому кто-то ходит. Уже когда там, по-моему, они дымовуху делали или что. Ну, в общем, усыпляющий газ. Насколько я помню, там был. И вот когда они его распылили по его комнате, после этого он проснулся. Как, блин, слепой человек. Даже в сюжете это прослежит то, что, да, у него обострен слух. Он не проснулся от того, что в пустынном районе у него загремел забор. И у него открылась входная дверь. Непонятно. Вот такие абсурдные моменты, которые абсолютно алогичны, они меня и раздражают иногда. То есть я понимаю, что реальный человек в точно такой же ситуации повел бы себя абсолютно не так. Вот это меня немного подбешивает, но, ну, не делают суперреализма. Нужно побольше визга, нужно побольше столкновений и поменьше реализма. Вот когда выведут фильм ужасов, где персонажи ведут себя как настоящие люди, а не как манекены, которыми управляют, чтобы они побольше неприятности на жопу нашли, тогда вот я найду свой идеальный жанр. Наверное, пока у меня есть просто любимый, но не идеальный. Я очень хочу поговорить с вами об этом в комментариях. Напишите свой любимый жанр, если вам не заходят фильмы ужасов. Если вам нравится фильм ужасов, обязательно напишите ваши любимые или книги ваши любимые, которые вас напугали. В общем, очень хочу с вами об этом поговорить. А я очень надеюсь, что я наговорила на нормальный спидпейнт. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки или дизлайки. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok